Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. «Анапа» освобождает от несанкционированной торговли. Только за два дня во время совместных рейдов администрации города с полицией было демонтировано полсотни незаконных точек. «Казаки-разбойники» на современный лад. Молодежный центр 21 век в завершении летнего сезона устроил для своих вожатых командное соревнование в форме увлекательного квеста. «Анапа» не перестает восхищать. Уникальную флору заповедника «Утриш» оценили известные российские ученые. Как увеличить муниципальный жилой фонд и сделать более эффективной программу муниципалитета по обеспечению жильем нуждающихся граждан? Этот вопрос со своими подчиненными обсудил исполняющий обязанности глава «Анапа» Юрий Поляков после того, как провел прием по личным вопросам. На прием к Юрию Полякову обратилась Нина Макаровна Стебенькова. Долгое время она была участницей федеральной программы, но квартиру от государства так и не получила. В мае текущего года у Нины Макаровны появилось внеочередное право на улучшение жилищных условий. Она перешла в муниципальную программу «Третья в списке». Исполняющая обязанности главы «Анапы» просит обрисовать реальную перспективу получения жилья. Юрий Федорович, если в этом году у нас внеочередние, которые состоят первые в этом списке, получают квартиру, Нина Макаровна становится второй. На следующий год, если в том же размере нам будут выделены бюджетные средства, то у Нины Макаровны будет обеспечено жильем. Частный вопрос Анапчанки перерос в обсуждение общей ситуации. В ближайшее время в администрации города будет рассмотрен вопрос о более эффективной реализации муниципальной программы. 50 незаконных торговых объектов демонтировано с верхней набережной за два дня. Совместные рейдовые мероприятия полиции и управление торговлей проходят по поручению исполняющего обязанности главы «Анапы» Юрия Полякова. В субботу нелегалы освободили муниципальную землю на участке от морпорта до санатория «Маяк». Вот так один за другим с набережной вывозят короба, наскоро сколоченные для сезонной стихийной торговли. Спорить с сотрудниками в форме никто не хочет. Из 20 незаконных объектов 13 самостоятельно вывезли их собственники. Еще 7 изъяты отделом ГИБДД. Движимое и недвижимое имущество на эвакуаторах отправляют на спецплощадку. В выходные на верхней набережной продолжился рейд. Начатый еще в пятницу. Тогда Юрий Поляков с подчиненными проинспектировали маршрут от русских ворот до отеля «Капитан». 30 незаконных конструкций были убраны в тот же день. В субботу полиция и управление торговли прошли от морпорта до санатория «Маяк». Свою деятельность свернули еще 20 нелегалов. В одном из павильонов на прилавке обнаружены бутылки с очень характерной жидкостью. Суррогатом торгуют почти не скрываясь. Но к визиту полиции явно были не готовы. Давайте пройдем вместе с вами. По результатам осмотра и актирования изъято 260 литров суррогатного алкоголя. На физическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении. Увеличить объем благоустроительных работ. Такую задачу поставил перед коммунальщиками исполняющие обязанности главы Анапы. Сейчас в городе активно меняют плитку, изготавливают пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, ремонтируют дороги. Особое внимание к спальным районам Анапы. Накануне на площадке возле дома Поленина 165 были установлены урны. Это место одно из самых посещаемых. Здесь собираются практически все жители микрорайона Триа. И молодежь, и жители преклонного возраста встречаются здесь отдохнуть и обсудить текущие дела. Мест всем не хватало. Но проблема решена. Сегодня сюда специалисты Ремстроя привезли новые лавочки. Сегодня наступил счастливый день. Нам привезли лавочки, установили. Спасибо большое. Управляющая компания и управление ЖКХ города следят за данной нашей территорией. Регулярно производится по Кострову. Установили нам скамеечки, урны. Как согласовать хозяйственную деятельность человека с живой природой? В Анапе прошел семинар, на котором ученые со всей России обсудили эту проблему. Тема по-своему актуальна и для города курорта. Участники мероприятия побывали в заповеднике Утриш. Специалистов поразили можжевеловые леса, а также ландшафт каньона, который сформировался несколько тысяч лет назад под воздействием очень мощного землетрясения. Это один из самых простых маршрутов, но даже здесь несколько достаточно крутых подъемов и спусков. Заповедник начинается буквально в паре сотен метров от большого Утриша. Сергей Левыкин из Оренбурга посвятил свою жизнь изучению степных экосистем. Бывал в экспедициях практически везде, где есть такой ландшафт. Он изучает воздействие деятельности человека на живую природу, а также то, как она восстанавливается. Я провожу аналогию со степью, потому что это два ландшафта абсолютно уязвимые. Мы видели, как она порастраивается. Побережье – это золотые земли, понятно. Степь также – это кормилицы, потому что там идет именно востребование за землю, как пространство, ресурс. Только степь еще восстановиться может, то здесь мы видим коренное преобразование побережья. Поэтому вот такой заповедный кусочек уголка нетронутого побережья вызывает восторг у меня, например. Я посмотрел, очень интересно, такой средиземноморский саванойный тип. Я-то ничего подобного не видел, немножко ксерафитный такой лес, чудо просто. Ученые со всей России приехали в Анапу на конференцию. Многие сотрудничают с заповедниками, поэтому побывать здесь была одна из важных целей. Здешний ландшафт образовался по разным оценкам от трех до семи тысяч лет назад после сверхмощного землетрясения. Отвесная стена – это остаток горы. Большая ее часть фактически сползла в сторону моря, образовав полуостров и лагуну Большого Утреша с уникальным животным и растительным миром. Вы видите настоящий можжевельник высокий, под которым мы сейчас с вами стоим. И это достаточно взрослая осыпь. Уникальное дерево-можжевельник растет более тысячи лет. Растет очень-очень медленно, но живет, как я уже сказала, долго. Ученые говорят, что это в своем роде чудо. Шишка можжевельника оказалась в щели другого дерева и проросла. Заметно только специалистам, но это два разных вида. При этом в искусственной среде семена можжевельника прорастить очень сложно. Именно поэтому необходимо максимально сохранять естественный ландшафт. В тыглице мы увидели несколько видов клематисов, которых, конечно, не увидишь в других территориях. У нас они декоративные, а у вас они в дикорастущем виде. По словам ученых, экосистемы существуют вне административных границ, поэтому не исключено, что после такого знакомства появятся и совместные проекты. При Общественном совете города-курорта работает горячая линия по актуальным вопросам избирательной кампании. Она вместе со всей Кубанью готовится к выборам депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Выборы состоятся 10 сентября 2017 года. Горячая линия открыта до 9 сентября включительно. Вопросы можно задать по телефону 46102. По будням с 9 до 17 часов. Перерыв с 13 до 14.00. Сто молодежных активистов со всего муниципалитета сыграли в сквере имени Гудовича в казаки-разбойнике на современный лад, посвятив игру предстоящему 80-летию Краснодарского края. Так в муниципальном молодежном центре 21 век решили отметить лучших. Все начинается с такой вот бумажки. На ней загадано место, в котором спрятан код. Код необходимо передать по телефону организаторам. Если он правильный, то в ответ приходит следующее задание. Блин, с ним, башка, лавочка, лавочка еще. Эполет – это что-то плечо. Так. Что-то с плечом связано. Преплечи. Но там ничего нет, никакого кода. Так. Эполет на памятнике полководцу Ивану Гудовичу. Похожие исторические элементы есть во многих заданиях. Всего их 12. На решение отводится час. Можно получить две подсказки в обмен на баллы. Достаточно знать хотя бы все, что находится на территории сквера Гудовича. Этого достаточно. Какие-то места, памятники, какие-то, то есть избушка там на курьих ножках, например, или памятник Ленину, памятник Гудовичу, краеведческий музей наш. То есть, если вы знаете эти объекты, то задания наведут вас на мысль о них. Игру организовали специалисты муниципального молодежного центра «21 век». В ней приняли участие 125 юношей и девушек, которые этим летом активно участвовали в конкурсах, занимались волонтерской деятельностью или были вожатыми на детских площадках, как Анастасия Бородина. Вообще довольна этим летом, потому что не думала, что дети могут в дворовой площадке играть в настольные игры. С ними интересно проводить конкурсы, беседы. Они все отвечают с таким интересом, что я была удивлена приятно. Игра – часть ежегодного подведения итогов. До сентября в городе-курорте действуют 53 дворовых площадки, где вожатые организуют досуг детей. Передвижной парк игр и аттракционов нон-стоп за лето разворачивали более 20 раз. Если раньше ограничивались награждением самых активных участников, то в этот раз решили добавить динамики, чтобы мероприятие стало запоминающимся. Мы думали, что это Ленин оказался живой человек, который был с кодом на животе. Было очень весело. Команды-победители получили в качестве призов настольные игры. В этот раз все 12 заданий не разгадал никто. У лучших победы на 11 этапах. Есть первый рекорд, а значит и вызов для тех, кто примет участие в игре в следующем году. На курорте состоялась встреча руководства управления Росреестра по Краснодарскому краю с кадастровыми инженерами. Специалисты обсудили основные причины приостановления и осуществления государственного кадастрового учета объектов капитального строительства. Также для участников семинара сделали обзор изменений отдельных законодательных актов, которые были приняты в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель. В завершении встречи представители Росреестра ответили на вопросы присутствующих кадастровых инженеров. В городе и сельских округах Анапы завершают работу летние культурно-досуговые площадки. На каждой из них проходят праздничные мероприятия, во время которых ребята прощаются с летом, а также получают от сотрудников клубов и домов культуры заслуженные награды. На закрытие лучшей площадки города в станице Анапская побывала и наша съемочная группа. Вот так дружно проходит мероприятие в Доме культуры Станицы Анапская. Свою работу площадка начала с первого дня лета. За это время здесь отдохнули почти 100 мальчишек и девчонок. Этим праздничным карнавалом здесь подводят итоги и завершают сезон. Площадка длилась без перерыва, то есть у нас не было каких-то перерывов. Как началась 1 июня, так и продолжалась до 21 августа. В этом году название нашей площадки «Экоград», посвященное году экологии. Мы старались детям показать всю красоту нашей природы, нашей планеты Земля. Всего в Анапе и сельских округах работало более 50 таких культурно-досуговых площадок. Практически каждая из них принимала участие в конкурсе за право быть лучшей. Но абсолютным победителем муниципального этапа стал коллектив Дома культуры Станицы Анапская. Им и выпала честь представлять наш город на краевом этапе конкурса. Уровень подготовки педагогического состава на высоте. Все лето для ребят здесь организовывали поездки по историческим и памятным местам Анапы. Экскурсии в музеи. Проведены мероприятия антинаркотической и противопожарной направленности. Многие из детей провели здесь все лето, обрели новые знания и надежных друзей. Много детей, с кем нужно познакомиться. Мне нравится то, что тут можно играть, веселиться, не стоять на одном месте. Всегда хочется делать такие вещи, какие ты не можешь делать дома. Ты можешь так веселиться, как тебе хочется. Ты можешь взять абсолютно любую игру. Ты можешь завести абсолютно любого человека в друзья. Ты можешь сделать все. Работа коллектива Дома культуры Станицы Анапская на этом не завершается. Сейчас у педагогов готовится новый проект. 1 сентября здесь пройдет День открытых дверей. Жители Станицы могут прийти и выбрать для своих детей кружок или какую-либо секцию. Ну а сегодня воспитанники прощаются и получают заслуженные грамоты за участие в жизни площадки. Но никто не грустит. На следующий год они вновь встретятся здесь, чтобы вместе провести самое яркое и незабываемое лето. Раз, два, три! Жители и гостей города-курорта ждет неделя, богатая концертами и мероприятиями. Спектакли и фестивали, а также увлекательное шоу не дадут заскучать в последние дни лета. А 22 августа вся страна отмечает День российского флага. В честь праздника в Анапе пройдет сразу несколько мероприятий. Откроют их на театральной площади концертные программы «Наш главный символ» в 6 часов вечера. Лучшие творческие коллективы города-курорта исполнят танцевальные и вокальные номера, а также театрализованные представления. Состоится торжественное награждение победителя фестиваля «Анапа. Республика детства». В 19 часов на главной площади города стартует гала-концерт 12-го фестиваля Союза государства России и Беларуси «Творчество юных». А в 8 часов вечера дети и взрослые смогут посетить московское шоу фонтанов и мыльных пузырей в Центре культуры Родина. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» – 189 рублей. «Сервилат Российский» – 319 рублей. «Сосиски Крымские» – 195 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» – 93А. «Крымская» – 98. «Амелькова» – 28. «И Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 22 августа в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днём до плюс 27 градусов. Ночью прохладнее – 17 выше нуля. Ветер переменный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 27 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа «Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19. Редактор субтитров А.Семкин